Ну что, друзья, не практически, а реальная сенсация. Только ночью и только с мощным фонариком или прожектором можно увидеть то, что мы сейчас вам покажем. Я здесь был раз, наверное, 150 и даже не представлял, что можно на этом сохранившемся куске мегалитической кладки обнаружить технологические следы какие-то. А они здесь есть, и их полно. Сейчас покажу. Друзья, у нас сегодня крайне необычный выпуск, который мы снимаем ночью и в Лемире. В той Лемире, которую вы видели уже много-много раз. Я видел ее еще в 10 раз больше. Но, тем не менее, сегодня у нас для вас сенсационный материал, который, я думаю, наконец, окончательно и бесповоротно заткнет рот вот тем вот, с позволения сказать, историкам, которые когда-то в свое время, не подумав об объективности, сделали суперпоспешный вывод, который звучал так, что все вот эти мегалитические мраморные блоки обрабатывались стаместками с помощью примитивного ручного труда. Я уверен абсолютно, что сегодня мы этот миф окончательно развенчаем. Вперед! Так, значит, показываем, что здесь вся плоская вот эта абсолютно поверхность исчерчена линиями. Первая видимая начинается вот здесь, горизонтальная. Вторая здесь. Третья здесь. Четвертая здесь. Там дальше же не видно. Вертикальная идет вот линия. Огромное количество идеально прямых полос. Я не знаю, как их даже назвать. Черт-царапин. Как угодно можно это называть. Фишка в том, что они пересекают блоки и идут. Это кажется, что они вот вертикальные и горизонтальные. А на самом деле все они отклоняются и от вертикали, и от горизонтали. Сеткой этой покрыто здесь практически все, насколько видно по сохранившимся частям. И среди них встречаются еще диагональные полосы. Где-то у них здесь был виден стык. Это все, ребята, очень сложно увидеть. Нужно реально прям полазить с прожектором под разными углами, посветить. Но, собственно, точно так же, как на плинтусах древних полированных мы следы искали. Точно так же здесь. Вот. Вот тут, например, идет двойная полоса. Миллиметра три где-то между ними. Да, расстояние. Пересекают, казалось бы, под прямым углом вот здесь. Но угол не прямой. Он отклоняется на десятые доли градуса. Что еще сложнее исполнить. Вот здесь еще одна двойная такая полоса. Вот точка, я свечу. Видно? Да. Двойная. И мы сначала думали, что это какая-то разметка. Но это не может быть разметкой, потому что нет никакой закономерности. Нету одинаковых расстояний между полосами. И есть еще вот такие косые полосы. Значит, вот, подсвечиваю. Диагонально идет полоса. И идет она, видимо, здесь метра на три-четыре по всей поверхности этой стены. И дальше она уходит еще куда-то. К сожалению, кладка утеряна. Но, тем не менее. Видишь, да? Вот этот стык. Да. Ребята, я говорил, что они все идеально прямые. Но нет, 90% идеально прямые линии, тончайшие. Но есть и линии, которые идут по дуге. И по дуге стабильный. То есть, с каким-то одним радиусом, пока мы видим. Надеюсь, вы видите тоже. Потому что это реально очень сложно увидеть даже глазом. Не говоря уж и о том, чтобы показать это на видео. И в такой позе. Зю. Если бы вы только видели, дорогие подписчики, в какие позы приходится... В общем, мы еще изучаем этот вопрос. Но пока кажется, что мы сейчас смотрим на следы от обработки всей стены. Уже финишной. После того, как блоки были уложены идеально. После этого выравнивалась поверхность. И это именно тот след, который оставлял станок или инструмент. И, в общем, здесь нужна помощь всех вас, друзья. Пожалуйста, пишите в комментариях, что, откуда вообще, каким образом могло, что могло на мраморе оставить подобные следы. Потому что пока мы теряемся в догадках. Но понятно только одно. Все стены исчерчены линиями. А теперь я прошу вас к минуту послушать важную информацию, которая может помочь вам и вашим близким. Те, кто хочет посмотреть античные строения, а также современные квартиры и виллы на берегу Средиземного моря, я хочу познакомиться с твоими друзьями из компании MyBest. MyBest – это первая компания, которая комплексно содействует вам и вашим близким с переездом в Турцию. MyBest помогает с документами, получением вида на жительство, страховками, покупкой недвижимости, с трансфером денежных средств, открытием бизнесов, организацией инвестиционных вложений. Лицензированные специалисты компании MyBest сопроводят вас на этапе сделок с недвижимостью при открытии банковских счетов в налоговых органах и органах исполнительной власти. Алания – это самый уютный и разнообразный регион на турецком берегу Средиземного моря. От уединенных вилл Афсалара и Ак-Куджалара до многоэтажных комплексов с инфраструктурой пятизвездочного отеля в Махмудларе. Апартаменты и виллы – от бюджетных до элитных, от морского побережья до горных вершин. Покупателям недвижимости оформляется вид на жительство и гражданство с большим и дорогим подарком от компании MyBest по годовому слову «прото». Все это могут вам найти и помочь приобрести специалисты компании MyBest. Пишите, переезжайте, живите. Контакты компании MyBest в описании ролика. Короче, мы там в сантиметрах в 15, наверное, от уровня земли, в месте, куда подлезть может разве только ежик, нашли буквы. Кажется, это I, Z, P и H. Вот, ребят, такой след тоже невозможно оставить в мраморе ничем вообще из известных текущему человечеству инструментов. Но, тем не менее, след есть. Мы видим, как заканчивается след от инструмента в этом месте с совершенно четкой определенной линией. И, ну, это реальная работа по мягкому камню, как будто напильник... Ой, блин! Как будто паяльником расплавляли податливый материал. При этом никаких сомнений, что это натуральный мрамор нет. Ребята, здесь у нас мастер работал по мрамору какой-то насадкой и шел зигзагами, оставляя глубокие, ну, с точки зрения камня-обработчика, нереально глубокие борозды, четко ограненные в этом твердом материале. Сейчас я попробую вам водным маркером прям пройти по этой борозде. А он сам идет здесь, здесь ничего не надо даже делать. Вот раз борозда, здесь же вот идет с ним соседняя борозда. Ой, тут чуть-чуть ушла, ну, ладно, не суть важна. Здесь вот идет третья борозда. В общем, видно, да, что изменяется угол. Ударной техникой добиться такого невозможно даже гипотетически. Вот идет еще следы, вот так вот меняется здесь траектория этого мазка. То есть это были мазки по камню. Вот чем можно сделать, блин, мазки по камню? Я думаю, эта информация продвинет наше человечество на пять пунктов вверх. Вот просто фантастические следы здесь на мраморе оставлены. Мы видим, вот шел инструмент. Здесь он сделал поворот резкий под углом, четко выраженным, не плавным углом, а достаточно острым. А вот здесь инструмент остановился или было убрано с него усилие какое-то. Но мы видим, что линии эти продолжаются. Вот так вот они идут дальше, изгибаясь еще в самых вообще непредсказуемых. Но, тем не менее, вот здесь четкая грань есть, как перестала насадка нажимать на камень. Вот здесь четкие вообще ямки. Такое можно в пластилине вилкой сделать, но в мраморе металлом никогда. Вот никогда. Я готов спорить на все, что угодно, с кем угодно, что никто никогда не сможет, используя современные технологии, добиться такого от мрамора эффекта. Вот тут посмотрим, поможет ли нам лист бумаги и карандаш разобраться с траекторией следов древнего инструмента. Так, дорогие подписчики, кто считает, что можно вот такой вот глубокий зигзаг оставить на мраморе? Вот так вот, друзья. Никакого зубила и никакой истории человечества вообще. А сейчас, ребят, вам подарочек, чтобы вы просто охренели, как выработан этот паз этой почти метровой колонны. А вот так вот он выбран. И это видно только ночью, только с фонарем, только под определенным углом освещения. Вот шел инструмент, и он в какой-то момент остановился. Так может только вилка в масле остановиться. Никогда не перестану это сравнение употреблять. Пока, по крайней мере, что-нибудь получше не придумаю. Ты снимаешь, что ли, Миха? Да, сто раз это снимали днем. Теперь интересно ночью посмотреть. Ну, тут придется зараза по-пластунски как-то. Значит, напоминаю тем, кто в танке, что на высоте 25 метров примерно от ближайшего наблюдателя находится под крышей этот узор 25 метров. Ребята, это, блин, 8 этажей. И если везде мы видим какие-то следы, то от кисточки, то от вилки, то от вообще хрен пойми чего, то здесь никаких нет. А это значит, что либо их надо было не оставлять, либо их надо было убирать. О, на это можно вечно смотреть. А вот эту прорезь на шишке с вершины этой конструкции мы можем сравнить с проходом фрезы. Диаметр где-то примерно 3 миллиметра, 3-3,5. Вот здесь она шла, а здесь она проходила несколько раз. Сначала она ушла правее, ну, это, естественно, художественный замысел, никаких сомнений нет. Потом левее. И вот там, где она пошла левее, она потом разошлась еще раз. Но мы видим, что внутри это совершенно четкая одна и та же линия, один и тот же, одна и та же насадка. В общем, короче говоря, просто несколько проходок. Да, чем потом они ее обрабатывали, я, конечно, вообще не понимаю. Так, здесь вот, значит, фрагмент стены. Собрали ребята из обломков древних зданий. Когда-то очень давно они это сделали. Что же здесь интересного-то? А вот с чего. Вот так делался этот паз в мраморе. И, боже, блин, это вообще днем нельзя увидеть. Ничего вообще никогда, ни при каких условиях. Да, здесь видишь инструмент, вот, вот они все, они все проходились вот так на раз. Я не знаю, надо здесь маркером водить, не надо. По-моему, так видно, что все проходились на раз. То есть вот отсюда заходил инструмент, здесь останавливался и сюда обратно выходил. Иногда он, конечно, здесь чуть глубже уходил в центре. Потому что этот инструмент, я не сомневаюсь, был в руке. Но что это за насадочка такая классная у них была, которая им позволяла натуральный камень так обрабатывать? Непонятно вообще. Это какие-то запредельные технологии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!